Телеканал КРТ представляет. Основной нарратив западной пропаганды в отношении Китая на протяжении многих лет остается неизменным. Он состоит в осуждении Пекина за якобы нарушение прав человека и требование введения против КНР вполне конкретных экономических ограничений за эти абстрактные и труднодоказуемые нарушения. Так, 15 сентября журналисты американского информационного агентства CNN «Женева Сенс» и Бен Вескотт разродились статьей под названием «Администрация Трампа запрещает ввоз некоторых китайских товаров из Синьцзяня по подозрению в использовании рабского труда при их производстве». Как значится в публикации, в понедельник администрация Трампа ввела новые ограничения на импорт в отношении китайских компаний, которые она обвиняет в использовании рабского труда, включая продукцию из предполагаемых лагерей для заключенных в западном автономном районе Китая Синьцзянь. Далее цитата. Компании, вошедшие в приказ службы таможенного контроля США, лишь подозревают в использовании неоплачиваемого труда. Доказать такое использование не представляется возможным. Не то, чтобы китайцы не давали доступа журналистам к центрам перевоспитания. Напротив, в сети полно видео из них, на которых изображены уйгуры, обучающиеся китайскому языку и политической грамотности. Но для американских политиков отсутствие доказательств – не аргумент. Ведь, в конце концов, притеснение прав и свободу игуров используется здесь лишь как повод, в то время как цель издания подобных актов и приказов – ограничение доступа определенных китайских товаров на американский рынок во избежание их конкуренции с дорогими американскими товарами. Иными словами, под личиной борьбы за права человека и демократию скрываются самые обыкновенные протекционистские меры. Тиражирование антикитайских обвинений в нарушении прав человека продолжает другая публикация CNN под заголовком «Гонконг когда-то был убежищем от Китая, теперь активисты покидают город на лодках и бегут на Тайвань». Статья рассказывает жалобные истории о свободолюбивых гонконгерах с надеждой, вглядывающихся в морскую даль в направлении острова демократической мечты Тайваня. Если вы думаете, что я преувеличиваю, пародируя излишне патетический слог публикации, то ничуть. Только послушайте эту цитату. Для Ха-Же-Юэна море, окружающее Гонконг, это больше, чем просто фон для закатов и пляжей. 73-летний мужчина считает океан своим путем к свободе средством бегства от гнета и нищеты коммунистического Китая. Далее в публикации рассказывается история группы из 12 свободолюбивых гонконгеров, пытавшихся нелегально пересечь морскую границу КНР и отправиться на Тайвань. Вот что пишет об этом СНН. Позже правительство Гонконга подтвердило, что 12 местных мужчин и женщин в возрасте от 16 до 33 лет были арестованы и теперь находятся под стражей китайских правоохранительных органов. Полиция города Шэньчжэнь, Янтань подтвердила в воскресенье, что эти 12 человек были заключены под стражу за незаконное пересечение границы и их права защищены полицией в соответствии с законодательством. Какая неожиданность! Людей, пытавшихся незаконно пересечь границу, арестовали за попытку незаконного пересечения границы. Невиданная жестокость. Просто садизм, я бы сказал. Ведь нигде в мире за такое не арестовывают. Это сарказм, если кто не понял. Для сравнения напомним, что на границе Мексики с США, по статистике ООН, ежедневно при попытке пересечь границу погибает один нелегальный мигрант. Часть из них становится жертвами огня американских и мексиканских правоохранителей. Но мы ведь знаем, что журналисты СНН ответили бы нам на это излюбленной фразой всех западных либералов. Не сравнивайте. Это другое. Кстати, упоминание Тайваня в подобных жалобных историях отнюдь не случайно. Не далее, чем 9 сентября, глава Тайваня Цай Инвэнь выступила за создание Альянса демократических стран для защиты свободы, безопасности и прав человека в Индо-Тихоокеанском регионе. По ее мнению, коалиция необходима для поддержания правил международного правопорядка. Выступая на ежегодном форуме по безопасности в Тайбэе, политик не стала прямо говорить, против кого направлен этот альянс. Однако прозрачно намекнула, что речь идет о Китае. Она отметила необходимость защиты демократии от авторитарной агрессии в регионе. Вот цитата из ее заявления. «Пришло время странам-единомышленникам, демократическим государствам в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами обсудить рамки для создания устойчивых и согласованных усилий по поддержанию стратегического порядка, сдерживающего односторонние агрессивные действия». На форуме собралось немало иностранных экспертов и специалистов, которые сосредоточились на обсуждении текущей ситуации в регионе. Знаковым стало выступление экс-советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, который поддержал предложение Цай Инвэнь. Американский генерал-лейтенант, в отличие от главы Тайваня, говорил вполне прямо и призвал демократические страны вместе работать против китайской агрессии. Он отметил повышенную напряженность в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, обвинив Пекин в использовании эпидемии для достижения собственных интересов. Реакция китайской стороны была высказана неофициально в духе дипломатической традиции Пекина. На сайте газеты Global Times, за которой стоят китайские правительственные и силовые круги, появилась заметка журналиста Хуси Джина с таким текстом. Американским официальным лицам, планирующим посетить Тайвань, следует дважды подумать. Вы должны понять вес тайваньского вопроса в сердцах китайцев. Для американцев, осмелившихся спровоцировать Китай по тайваньскому вопросу, китайский народ запомнит вас на всю жизнь. Не приезжайте больше в Китай, вам здесь не рады. Вам и вашим аффилированным компаниям придется прекратить вестись дела с Китаем и столкнуться с санкциями. Вы столкнетесь с последствиями. Вполне конкретный ответ, пусть и высказанный журналистом провластного издания, а не представителем правительства. Вообще, стоит отметить, что в инициативе главы Тайваня о создании антикитайского блока все, начиная от используемых терминов и до присутствия в момент ее оглашения в зале американского генерала, говорит о ее вашингтонских корнях. Дело в том, что именно американцы в последние годы в своих официальных документах стали употреблять термин «индо-тихиокеанский регион» вместо термина «азиатско-тихиокеанский регион». Тем самым США подчеркивает одну из важных целей своей внешней политики. Создать в лице Индии и стран Индокитая – мощное препятствие для продвижения КНР в регион. Для Пекина, в свою очередь, Юго-Восточная Азия является основной зоной экономической и политической экспансии. Добыча нефти в Южно-Китайском море, возможность оседовать морские торговые коридоры, через которые проходит около 30% всех морских грузов в мире, и другие преимущества привлекают китайцев в этом регионе. Если держать это в уме, становится понятным, что заявление тайваньского руководства о готовности создать в регионе антикитайский блок – это только начало. Скорее всего, за ним последует активное лоббирование данной идеи американцами среди других государств Азиатско-тихоокеанского региона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...